Здравствуйте! Эфирная ННТ продолжает новости Дагестана в студии Махач Курбанов. Короткий анонс. Десятки сел без света и дорожного сообщения. Две лавины сошли в Рутульском районе. Подробнее через минуту. Иппотерапия для солнечных детей. Медиаколдинг при Муфтеате Республики организовал подопечным благотворительного фонда Инсан прогулку в конно-спортивный клуб. Санкции нашим нипочем. Трое дагестанцев выступят на турнире UFC в Лондоне. Среди них есть тяжеловес и даже дебютант. Расскажем в спортивном блоке. Две лавины сошли в Рутульском районе. Снежная масса снесла 4 столба электропередач, что повлекло к аварийному отключению электричества в 15 селах района. Снежная масса закрыла дорогу Гельмец-Джиных. Без дорожного сообщения остается 9 сел. К аварийно-восстановительным работам приступят после расчистки лавин. Жертв и разрушений нет, сообщает прослужба МЧС по республике. На автодороге Астрахань-Махачкала 45-летний житель республики, управляя грузовиком DAF, совершил боковое столкновение с припаркованным на обочине другим грузовым автомобилем Volvo. А далее наехал на его водителя, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель Volvo, 53-летний житель Астрахани, от полученных травм скончался на месте. В Махачкале полицейские доставили в Кировский отдел няню, которая подозревается в краже свыше 200 тысяч рублей. Гражданка рассказала, что для решения своих проблем действительно периодически брала деньги у нанимателей. Однако сумма похищенных средств, по ее словам, не превышает 35 тысяч рублей. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Получилось в связи с тем, что я должна была некому человеку долг отдать, 50 тысяч, и она мне дозванивала и говорила, что будет сидеть у меня дома, пока я их не верну. А вы какую сумму изначально брали? Ну, там было частями написано, там на бумаге я забыла, 13, 9 и 11, что ли, вот как-то так. Я взяла их с брюк и с куртки. Вот к этому я отношения не имею. Ни этот блокнот с долларом я не видела, ни эти 100 тысяч, которые он говорит, я не видела, не брала. Перекрасят детский сад. Перекрасить стены игровых помещений потребовал глава Дербента Рустамбек Пермагомедов, ознакомившись с ходом ремонта в детском саду номер 29 «Колокольчик». Озвучив ряд нареканий, к подрядчику городоначальник дал три дня на их устранение. В ходе осмотра прилегающей территории Пермагомедовым также было дано поручение устранить последствия незаконной застройки, которая была допущена в прежние годы. Часть территории оказалась занята новостройкой, а владелец одной из частных построек пробил себе выход прямо во двор детского сада. В ближайшее время это вопиющее нарушение устранят. Цвет кто выбирал? Цвета выбирали? Кто выбирал цвета? Я видел, что я. Понял. Тебе нравится этот цвет? Нет. Во всех группах так. Кто технодзор здесь был? Ты был? Это что такое? Ты зашел, он уже раздражает глаза. Тебя не раздражало, когда ты сюда заходил? Ну, как они были намного как светлее. Ну, хорошо. Вы, когда увидели, вот начали отмазать стену. Ну, пришли бы и сказали, буй, остановись, не делай. Ну, это вообще цвет никуда не годится. Перекрашивайте его. Никогда нельзя соединять то, что пищеблоки вытечут. Насколько я знаю, здесь помещение совсем другого предназначения. Я не специалист, и то я понимаю, что так нельзя. А как вы допустили-то? Вы куда смотрели? Переделывайте его, а сейчас запах везде будет здесь стоять. Более 60 тонн гуманитарного груза от фонда «Инсан» доставлены в Республику Крым. Он включает в себя продукты питания, одежду и бытовую химию. Эта помощь пойдет беженцам из Донецкой и Луганской области. Дагестанцев поблагодарил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Спасибо огромное, что в тяжелой ситуации всегда находитесь рядом. Не сомневайтесь, у вас всегда в Крыму есть настоящие друзья. И еще раз говорю, рассчитываем всегда друг на друга. Сложная ситуация, мы всегда вместе. Поэтому братскому Дагестану низкий поклон. Представители фонда отметили, что после отправки первой партии гумпомощи в Ростовскую область многие жители республики выразили желание внести свою лепту в общее дело. Проблемы сохранения родных языков обсудили в Дагестанском государственном педагогическом университете. Эксперты говорили о необходимости качественного подхода к обучению на родном языке и увеличении количества часов преподавания в образовательных учреждениях. С введением новых стандартов изучения родных языков, там есть дисциплина русский как родной. Мы к русскому языку относимся замечательно. У нас язык межнационального общения. Но к великому сожалению, дома, в семье, родители, во-первых, не понимают значимость родного языка. И поэтому ослабевает вот этот интерес детей подрастающего поколения к изучению родных языков. Мы готовим рекомендации по завершению круглого стола. И они будут представлены Комитету по образованию и науке народного собрания в нашей республике. Мы разговаривали с Еленой Ивановной Павлюченко, председателем этого комитета. И она сказала, что она поддержит нас вот в этом вопросе. В рамках мероприятия прошел и мастер-класс для преподавателей. Спикером выступила Зария Адбазаева, почетный работник образования и просвещения России. А также лучший учитель родного языка республики 2015 года. Дети нового поколения, они, которые именно умеют работать играючи. Вот это мастер-классы, получается, нам дают более тесную связь с учениками. Также и для учителей посвященные тоже мастер-классы есть. На этих мастер-классах мы сами тоже обучаемся, ездим на семинары. В этих мастер-классах нам тоже показывают, и мы показываем, что есть игровые технологии, проекты, разные игры, которые облегчают труд учителя и ученика. Скутер за прививку. Новый муниципальный розыгрыш среди вакцинировавшихся от COVID-19 объявлен в столице. Как заявили в администрации города, несмотря на то, что антиковидные ограничения сняты, надо помнить о необходимости вакцинации для получения коллективного иммунитета. Тогда ограничения не придется вводить снова. Счастливого обладателя скоростного двухколесного транспорта объявят на розыгрыше в прямом эфире 1 июня. Уважаемые махачкалинцы, для всех, кто принял решение огородить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, мы решили провести муниципальный розыгрыш среди вакцинировавшихся от COVID-19. Участие в розыгрыше могут принять махачкалинцы, которые получили сертификат о вакцинации с 16 марта по 31 мая. А 1 июня в прямом эфире будет разыгран вот этот вот скутер. Следите за публикациями. МФЦ Дагестана присоединились к флешмобу в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Стикеры для телефонов со специальной символикой и буквами З и В можно получить бесплатно в любом из центров госуслуг. Также сотрудники центра украсили служебные и личные автомобили наклейками. Напомним, с первых дней символом специальной операции стала буква З, в которой помечена российская военная техника. Теперь жители страны используют этот символ в качестве хэштега в соцсетях и наносят его на машины. Акции в знак солидарности и поддержки российских военнослужащих проходят во всех МФЦ Республики. Сегодня сотрудники многофункциональных центров Республики Дагестан присоединились к всероссийской акции за нашим. Данная акция направлена на поддержку курса президента Российской Федерации Владимира Путина и вооруженных сил Российской Федерации, которые проводят специальную операцию по динацификации на территории Украины. Мы против проявления любых признаков нацизма и за скорейшее мирное урегулирование этого конфликта. Для подопечных благотворительного фонда «Инсан» сотрудники медиахолдинга при Муфтеате Республики организовали прогулку в коноспортивный клуб «Зебра». Десять особенных детей вместе с родителями смогли не только погладить и покормить лошадей, но и пройти сеанс ипотерапии. Об экскурсии подробнее расскажет Асель Манапова. Когда человек впервые садится на лошадь или прикасается к ней, это всегда очень волнительно и вызывает буря эмоций. А что говорит о детях и тем более особенных? Прогулка в конно-спортивный клуб до подопечных благотворительного фонда «Инсан» стала большим праздником. Узнав о том, что в спортивном комплексе «Зебра» проводится ипотерапия, мы подумали, что это будет самый лучший подарок для них. И решили вот такое мероприятие для них организовать. Подобные мероприятия, они всегда хорошо, благотворно воздействуют на сам коллектив, на людей, потому что мы всегда должны чувствовать свою социальную ответственность перед такими детьми и вообще перед детьми в целом. И в дальнейшем будем проводить подобные мероприятия. Да, вот сегодня решили просто как пробное такое сделать, посмотреть, как это будет. Занятие с лошадьми для такой категории детей очень полезно. В психологии даже есть такое понятие, как ипотерапия, то есть терапия с помощью лошадей. Благотворительный фон «Инсан» уже направлял этот спортивный клуб на лечение 5 своих подопечных. После этой экскурсии, вероятно, еще несколько детей будут проходить курсы реабилитации. Фонд берет полностью обеспечение на себя, именно не только с синдромом Дауна, но и других детей у нас, и ДЦП, и аутисты. Каждый день по 25 минут ипотерапию проходят, они уже здесь с лошадьми. Именно 25 минут уделяют на одного ребенка. Лечение ипотерапии или зоотерапии известны еще со времен Гиппократа. Верховую езду назначали больным и раненым, чтобы они быстрее шли на поправку. Особенно этот метод помогает детям-инвалидам. При езде на лошади у ребенка улучшается координация и вестибулярный аппарат. Плюс происходит пассаж мышц. Саламат – одна из тех, кого называют солнечными детьми. Девочка, как и все ребята с синдромом Дауна, теплая и ласковая. Для юной наездницы такое лечение – огромная радость. А родители – довольны результатами. В первую очередь я хочу, конечно, сказать большое спасибо всем тем, кто организовал это для наших детей. Дай Аллах им здоровья. И, конечно, хотелось бы побольше таких мероприятий. И, конечно, чтобы дети наши радовались в первую очередь. Ну, результат, наверное, будет, я думаю. В любом случае, вот сейчас уже пока давно ребенка, как бы на этой лошади, мне хочется еще раз вернуться сюда и выполнить все требования этого инструктора. Верховая езда и специальные упражнения буквально творят чудеса, говорит Наталья Соловьева. Вот уже два года она практикует занятия ипотерапией. После сеанса больные дети чувствуют себя лучше и учатся быть коммуникабельными. Когда мы сидим на лошади, наш таз заводится, в работу включается копчик и, соответственно, весь столб, да, поясничный отдел, грудной отдел, шейный и череп, соответственно, основание черепа. И начинается движение, улучшается ликвиродинамика, улучшается кровообращение. Помимо детей, людей, кому требуется такая вот помощь, да, реабилитация, и абилитация, я призываю всех к нам приходить на ипотерапию для профилактики. Занятия ипотерапией прошли еще девять особенных детей. Это позволило им научиться преодолевать свои страхи, пройти оздоровительную гимнастику и получить положительные эмоции. Кроме этого, для ребят и их родителей организаторы накрыли стол и раздали подарки. Для самых маленьких гостей была подготовлена и детская игровая площадка. Асель Манапова, Салман Гитихмаев, новости ННТ, Махачкала. Далее короткие новости, подготовленные Каримом Даниевым. В результате ДТП в Карабудахкенском районе погибли два человека. Накануне вечером на 13-м километре автодороги Манас-Сергакала 61-летний житель республики, управляя автомобилем «Форд», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Приора» под управлением 46-летнего жителя Сергакалинского района. В результате происшествия водители обоих транспортных средств скончались на месте. 23-летний пассажир «Приоры» с различными травмами доставлен в больницу. В Дагестане, селе Тениптово Саранского района, будут строить современное овощехранилище. Ожидается, что вместимость склада составит свыше 1000 тонн. Уникальность объекта объясняется установкой 8 холодильных установок, способных регулировать температуру и газовую среду в помещениях. На покупку оборудования инвестор получил средства в виде господдержки и гранта от Минсельхоза Дагестана. Сдача объекта запланирована на конец 2022 года. Чем раньше, тем лучше. Дагестанка завысила свой возраст на 18 лет, чтобы незаконно получать пенсию по старости. Для этого 48-летняя жительница Левашинского района получила подложный паспорт. С этим ей помогли сотрудники местного отдела миграционной службы. В результате с 2012 по 2018 годы она получала пенсию на общую сумму более 1 миллиона рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. МЧС предупреждает. В период с 17 по 18 марта в Цунтинском, Ахтынском, Цумадинском районах и на Бештинском участке повышенная лавиноопасность. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от дальних поездок, походов и проявить бдительность. Напомним, накануне в горах республики уже сошло несколько лавин. Более 10 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Санкции бойцам нипочем. Трое дагестанцев выступят на турнире UFC в Лондоне. Шамиль Абдурахимов, Тимур Валиев и Мухаммад Макаев проведут поединки в ближайшее воскресенье 19 марта. Абдурахимов встретится с соотечественником Сергеем Павловичем. Для тяжеловеса из Махачкалы этот бой станет уже десятым под эгидой лучшей мировой лиги. Свой четвертый поединок в UFC проведет Тимур Валиев. Ему предстоит бой с представителем Уэльса Джеком Хжором. В статистике у дагестанца два поражения при 18 победах. А для 21-летнего Мухаммада Макаева бой против американца Коди Дердена станет дебютным в лиге. За правду за наших! Минспорт Дагестана провел патриотическую акцию в поддержку российских военнослужащих. Мероприятие на стадионе имени Елены Исинбаевой прошло в рамках фестиваля ГТО среди школьников и студентов. Около тысячи человек развернули полотно российского триколора и выстроились в буквы З и В. Так в спортивном ведомстве решили поддержать военных, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. «Хотелось бы, чтобы вы удачно сдали нормы ГТО, чтобы вы были сильными и крепкими, чтобы вы всегда могли стоять за себя, за свою семью, за родину, когда нужно будет. Поэтому мы должны сегодня заниматься спортом, быть активны во всех мероприятиях, быть активны во всех, участвовать во всех мероприятиях, быть сильным и дальше прославлять нашу республику, нашу страну на всех мировых аренах». К этому часу все. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Всего доброго.